Дорога, ну поезд попушек! Шампуни и крупы, и даже замотали фольгу в сливочное масло, и собрали целый пакет маленьких соусов. Видимо, решили отбить путевку. Вот взяли бы тех, кто вот это делает, и просто скинуть без парашюта. Это изнасилование русской женщины. Это была моя инициатива, я не жалею. 9-11, как говорят американцы, защитим демократию, защитим народ. Женщины, которые захватили мир. Зачем так издеваться? У всех же пределы есть. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем ютуб-канале Курбанова Лайф. Далее вас чекает неимоверная подборка, как и всегда у этот час, російськой антипропаганды. Сьогодні не будет заявных слов и заявных подводок. Я хочу, чтобы вы максимально населедились тем, что они наговорили. Яка в них паніка, какие в них настроения, какие новые темы и наративы они вкидают. И, конечно, всех и каждого, друзья, я чекаю в комментариях, мы маем все это обовязково обговорить. Но прежде чем мы будем стартовать, не забывайте оставить нам вподобайку. И, конечно, подписаться на ютуб-канал Курбанова Лайф. Если вы посмотрите мировые теракты, а мы можем с вами их назвать несколько различного масштаба. Мы сейчас не про масштаб говорим, не про количество жертв, не про уровень разрушений. Мы сейчас говорим про формат, про методику, которая используется. Вы увидите, что все это в том же самом стиле исполняет Зеленский его режим. Давайте пример. Не единичный уже, а масштабный. 9-11, как говорят американцы. Соответственно, 11 сентября, башни-близнецы. Да, колоссальное количество жертв. Но методология это та же самая. Вы посмотрите, Москва-Сити, гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но там находятся и жилые помещения, большое количество жилых квартир, жилых помещений. А также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется. Вообще, слышали вот эту новость, которая произошла два дня назад? А какая новость? Про беспилотник, который прилетел в башню. Куда прилетел? В башню. Кто прилетел? Беспилотник. Откуда прилетел? Не знаем, но вот видите, там вот устраняют неполадки, которые произошли. Вот там вот. Где? Вон там. Вот с той стороны. Первый раз сейчас слышали? Да. Чё, приехала, и опять Москва-Сити. И что я вижу? В эту башню. Вообще вход перекрыли. Вы там часом, это, а на шоу не курите, нет? Или у вас цели сбиты? Я не понимаю, блядь. Мне-то ладно, я-то обойду. Хоть три, хоть десять этих башен. Мне-то п***. Но я-то на работе. Там всего лишь побили несколько стекол, и всё. А вы не задумывайте, что из-за вас летит ответка туда, где люди тоже не виноваты, и каково им. А там попадают жилые дома, и гиблют люди. То есть вам на это глубоко насрать. Вот взять бы тех, кто вот это делает, на самый верх, вот какой-нибудь самой высокой башни, и просто скинуть без парашюта, и кричать, как тебе? Всё за... полетай. Конченые вообще, просто уроды. Слов нет. Почему они прилетают? Что творится вообще? Как будто вы не знаете, что творится. Вы посмотрите, не знаю, там, программу «Время» на Первом канале. Вам там всё сообщат. Ну, было что-то в новостях, но мы не следим о самом деле. Ты следишь? А нам это надо? Каково это сейчас находиться на этой территории, куда беспилотник прилетал? Ну, вообще, немножко опасно. Есть какие-то у меня такие переживания по этому поводу. Какие? Ну, что это не последний раз, и, скорее всего, что опять ещё раз прилетит. Уже, может быть, в какую-то соседнюю башню, или ещё куда. Что делают, чтобы этого больше не было? Не знаю. Я думал, надо останавливать всё это. Бакханалию, которую устроило наше государство, и всё. А не остановят? Не знаю. Очень много страха было, сейчас ещё равнодушие какое-то накатило. Когда было много страха? Ну, в начале всех событий, с февраля, СВО и прочее, прочее. Сейчас страх прошёл, просто какая-то пустота, ты просто наблюдаешь за происходящим. Принятие. Снимают, это, в общем-то, то, что происходит со всей Украиной. Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим. То, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которое придёт её сын, русский солдат, и отомстит. Они там трезубец повесят. Но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина-мать. Теперь встала, она теперь стоит в позе, как будто она сдаётся. 149-200 Волга. Подмосковье, Нарофоминск, танковая дивизия. Главный комбриг как его? Запустить его надо. Вот люди начали возмущаться за то, что, нахуй, над народом издеваются. Все пошли прямо туда, вперёд. Смотри, сегодня выходили, вот тоже, сейчас выходим. Сейчас тоже пойдём. И цили тоже только туда у нас. И это к чему-то, это бонд начинает. Да, конечно, не хватит, зачем так издеваться? У всех же пределы есть. Но... Ну и пока ВСО пытаются показать Западу результаты самоубийственных абсолютно атак, Польша начала перебрасывать дополнительные войска на границу в Белоруссии. Поводом, а если точнее, то провокацией, которую сейчас раздувают поляки, стали два белорусских военных вертолёта, которые якобы, вроде бы, как показалось кому-то, нарушили воздушное пространство Польши в районе Белобежья. Практически сразу оперативное командование польских войск выкатило опровержение, мол, радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений. Однако кому-то в Варшаве перспектива лишней истерики явно понравилась, потому инфоповод решили отмотать назад. Минобороны Польши уже вечером фактически подтвердило бесполезность своих радиолокационных систем вместе со всем комплексом американского ПВО «Патриот». Якобы вертолёты такие пролетали на очень малой высоте, что затрудняло их обнаружение радиолокационными системами. На этом фоне Варшава уже начала новый цикл истерики. Министр обороны Блащик распорядился не только увеличить количество солдат на границе, но и выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолёты. Весочка из Варшавы полетела и в штаб-квартиру НАТО, а временный поверенный в делах Белоруссии сегодня вызван в МИД Польши. Но воевать с Москвой НАТО пока всё-таки не хотят. Пентагон официально Варшаву отшил. Ночь в прессе вышел бригадный генерал Пентагона Пэт Райдер и официально сказал, что США и союзники по альянсу не станут реагировать на польский вброс про нарушение границ с белорусскими вертолётами. И, наверное, понятно, почему конфликт, который может перерасти в войну ядерную, и никому, кроме поляков, ну и ещё украинцев, в мире не нужен. И вдруг, слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идёт какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Брестсе и в Гродно. Я должен учить своих военных. Поэтому, находясь там, под Осиповичем, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Определённая часть останется у нас. И ещё раз подчёркиваю, это была моя инициатива, и я не жалею, я хочу оставить этих ребят в вооружённых силах нашей страны. Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе, Илан Маск. Мы слышали, что там у тебя что-то не получается в Америке. Так вот, мы тебе предлагаем приехать в Россию. У нас прекрасная космическая отрасль, очень развита. Забирай все свои документы, забирай всё своё богатство, что ты там нажил, иначе у тебя его отберут. И приезжай к нам в Россию. У нас любовь, уважение. У нас Россия большая. И ждём тебя. И здесь ты покажешь себя. И ты внедришься, и ты достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжайте сюда. Россия ждёт тебя, Илан Маск. И ты об этом не пожалеешь. Мы, русские, ждём тебя. Какой восторг. Зеленский, мы, отряды Путина, обращаемся к тебе. Ты войну с нами проиграл. Это какой-то позор. Мы, отряды Путина, очень обеспокоены тем, что американские хакеры пытаются украсть наши выборы. Но мы этого не допустим. Но мы уже видим, что они просачиваются своими действиями везде по всей нашей России. Мы не допустим этого. Мы все силы приложим сохранить демократию нашей страны. И чтобы наша страна осталась державой всего мира. Мы, отряды Путина, защитим страну. Защитим демократию. Защитим народ. Защитим! 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 В корыте моются люди. Горячая вода по пять тысяч рублей у них. А зарплата девять. Горячая вода по пять тысяч рублей. Показать вам этот жирок. В корыте у нас никто не моется. После рекламы продолжим. Мосят пятьдесят минут. Запомните это лицо. А главное ухмылку. Так выглядит лицемерие. Но чем больше узнаешь о жизни в России, тем больше понимаешь, что мытье в корыте еще не самое страшное. А вы здесь живете? Да. Там в этом гараже живете? Да. Нет, правда? Да. Вы там спите-то уже? Ничего себе. И как он тут живется? Ну вот, живем. Жить в гараже вместо дома или в доме с видом на помойку. Это все жилые дома. И там окна стоят, такие модненькие стеклопакеты. Телевизоры, антенны. То есть это все жилые дома. И у них просто во дворе кровельнейшая такая вот помойка зловонная. Политикам, чиновникам, пропагандистам абсолютно все равно, как выглядит Россия. Вот вам небольшое доказательство из Тамбова. В каком дворе могут быть такие дороги? Посмотрите, вот эти вот ямы, вот эта вот грязюка, вот это вот все. Где? Наверное, где-то мы находимся на окраине. Но нет, мы с вами находимся. Можно сказать, святая святышка. Тамбовское региональное отделение партии «Единая Россия». А вот Самара. Ну, в общем-то, так выглядит практически глубинка, бедная глубинка практически любого города в провинции. Глядя на этот дом, напрашивается лишь одна характеристика – гетто. Здесь нет воды, ни горячей, ни холодной. Народ ходит через несколько улиц в колодец. Здесь нет канализации. Вот тут раньше это было, значит, туалет на улице, сейчас даже его нет. Поэтому люди у себя, соответственно, в квартирах устанавливают какие-то там белые туалеты. Тут нет половины окон. Однако в этом покосившемся сарае живут и вполне добропорядочные россияне, которые честно ходят на работу, платят налоги и даже исправно оплачивают счета. За это не до жилья. Проводка у нас без конца горит, как бы, то есть могу, в принципе, показать. То есть потолки тоже все присыпятся. Клана рассказывает, что по бумагам ее дома фактически нет. Прикрываясь этим фактом, сюда отказываются приезжать коммунальные службы и даже полиция. Как говорится, с бумаг долой и статистики вон. Многие и рады бы покинуть это забытое богом и властями место. Но у них банально не хватит дохода на что-то другое. То подобные точки есть на карте всех провинциальных городов России. Да что там провинциальных? Вспомните про затерянный уголок Рублевки из начала сюжета. Как раньше, в проруби. Полоскали белье, так и мы сейчас полоскаем. Киселев и компания не ездят по России в поисках правды. Их дело устраивать провокации в высоких кабинетах по СЕ, ООН и тому подобное. Крым вернулся в родную гавань. Вам лучше со своей гаванью отсюда отчалить. Потому что здесь сказали, что вы не даркани. Тем временем простые россияне, о чем благополучие они рассказывают в своих пропагандистских программах, становятся с каждым годом все беднее. Туристы в Турции планировали утащить из отеля 35 килограмм еды со шведского стола, а также шампуни и крупы. И даже замотали в фольгу сливочное масло и собрали целый пакет маленьких соусов. Однако сотрудники отеля предотвратили кражу, снимая на видео закрома туристов, которые в свою очередь говорили, что эти продукты им дали в ресторане. Потом назвали это гостинцами на родину, а после женщина сказала, что 35 килограмм еды нужны ей, чтобы покушать в поезде. Дорога, ну в поезд покушать! Видимо, решили отбить путевку. Почему украли они, а стыдно мне? Это фильм, который я бы... Ну, то есть не надо было фильм показать, надо было просто написать. А здесь размещена реклама демократической партии. Вернее, реклама программы демократической партии. Потому что что мы видим? Геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ну, Барби в смысле. То есть ни о каком союзе, что там может быть мужчина и женщина, про любовь, вообще ничего нет. То есть вот это вот вся вот, собственно, все содержание в этом. Наша с вами задача продвигать свои образы. У нас есть свои куклы. Это не значит, что это единственная там вот Мальвина, которая была в Советском Союзе. Они сейчас абсолютно разные. И подобные вот таким красивым девушкам есть. Разные есть. Но Барби с рынка вместе с этой компанией Мотель надо убирать. Потому что они заводят сюда тему ЛГБТ. Идите в детский мир, сходите, посмотрите. Пусть они ее у себя там пропагандируют, а нам не надо. А уж тем более за госсчет. Нечего это все дело покупать. Их так жалко. Вот зачем их там бомбят-то без конца и края? А кто бомбит? Как кто? ВСО? Как кто? Мирное население стреляют. Так ведь не наши же люди. Почему вы так думаете? А как почему? Ведь мы же смотрим и видим политику. И видим, что творится. А можно было не начинать? Мне кажется, нет. Тогда бы они начали бомбить нас? Ну, тогда бы мы были правы. А думаете, мы сейчас не правы? Я думаю, что нет. А я думаю, что правы. И я думаю, что их надо всех расколотить там. И выкнать из этой Украины. А если вдруг окажется, что все не так? Ну, в чем? Где-то все равно ведь бывают ошибки. Все равно где-то и бывают ошибки. Но все равно надо как-то заканчивать эту войну. А людей-то не вернешь? Она нам надоела. Ну, а что делать? В Великую Отечественную войну тоже много погибло. Так там на нас напали. Ну, а тут-то? А тут нет. Мы защищаемся. От кого? Украину защищаем. А она не хочет? Какую-то часть Украины. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Какие три проблемы вашего города вы можете назвать? Проблемы детских площадок, проблема дорог и проблема с врачами. Сознательность самих горожан, к сожалению. Я думаю, что это мусор. Не самый освещенный частный сектор. Чуть больше обратить внимание на учреждения дополнительного образования для детей. Грязно на улицах. Но это, конечно, от людей зависит. Плохие дороги однозначно. Ну, и невоспитанные люди. Вот для меня так. Большое количество мусора. Очень часто замечают, что даже в центре очень много мусора. Очень много мусора даже в микрорайонах каких-то небольших. То есть, вроде бы его и вывозят, и чистят, но все равно очень много мусора. Даже при том, что вроде и мусорки везде есть. Нежелание что-то делать. Ни у людей нет желания за собой следить, убирать за собой мусор. Ни у начальства нашего что-то благоустраивать. Экология, подростки неадекватные и маленькая зарплата. Есть такие улицы, на которых вообще не прибрано, никак не обустроено. Где-то не хватает мусорных баков. В основном это связано с экологией. А вот как решить проблему мусора в России? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. То есть, когда мы научимся доносить свой мусор элементарно до урн, свой домашний мусор для контейнеров, когда научимся убирать место после своего отдыха или работы, то есть, ну, тогда и не будет этой проблемы. Это все зависит от людей. Если люди культурные, они не будут мусорить. Всем людям выкидывать все в мусорки, а не на улице. Наверное, больше внимания этому уделять властям, городским и вообще. Начать с себя для начала. Ходить и не мусорить. А если видите, что мусор где-то валяется, допустим, ну, нечаянно там его снесло ветром, подобрать и выбросить? Хороший вопрос. Я, к сожалению, не являюсь депутатом, чтобы владеть полностью информацией, чтобы можно было ответить на этот вопрос. Вообще-то не надо сначала самим мусорить, закончить где-то это все складывать. Во-вторых, конечно, работает плохо. У нас ЖКХ вывозит мусор отвратительно. Зарплату повысить и набирать людей. Вот что надо. У нас все упирается в зарплату. Вы посмотрите, люди нищие ходят. Я думаю, что это вообще проблема, такая глобальная, она из семьи идет. То есть, например, вот мои дети не позволяют себе съесть конфеты и бросить фантик. Мы унесем домой или дойдем до ближайшей урны. И я вот на сто процентов уверена, что дети, они смотрят на своих родителей. То есть, надо начинать со взрослого поколения и воспитывать, пропагандировать то, что мусор, ты донеси, пожалуйста, до урны. Во-первых, начиняется с людей, которые бы не бросали все это мимо, доходили бы на мусорке. Потому что очень много видишь даже не вокруг мусорки, а просто идешь и валяется мусор на дороге, на тропинках, да и, наверное, перерабатывающие заводы. Люди сами это все и подводят к этому, что весь город у нас в мусоре кругом и везде, не могут метра донести даже до мусорных контейнеров. Наверное, больше пропагандировать экологический образ жизни, то есть, что это хорошо, что это нужно и что это дает второй шанс человечеству на выживание в будущем. А что должно случиться, чтобы лично вы стали сортировать свой мусор? Ну, лично я, мне, пожалуйста, три контейнера, я вынесу, мне несложно. Что касается про других, это каждый человек решает сам. А я уже сортирую свой мусор. Я по возможности сортирую. А я и так сортирую. Я и так его сортирую. Ну, мы стараемся сортировать, лично мы, потому что у нас частный дом, то есть у нас берут не все. Мы стараемся в отдельные пакеты. Что произойти, я не знаю, может быть, в какой-то степени нашему руководству на все надо посмотреть с другой стороны. Не как сейчас смотрится. Вот и все. Чтобы около моего дома стояло сортировочное это. Например, пакеты сюда, коробки сюда, это сюда. Как в Китае. У них там все нормально с этим. У нас нет такого. То есть, если все начнут это делать, то и я начну это делать. Думаю, нужны специальные баки. Потому что у нас таких нет. Я живу не в центре города, а на окраине. И у нас там возят просто мусор в мешках. То есть, мы вообще весь мусор вместе собираем и его просто забирают. Если чаще бы вывозили мусор и поставили специализированные контейнеры, конечно бы люди начали задумываться и кидать в разные места. Там пластик в один контейнер, отходы бытовые в другой. Почему в Европе мусорят меньше, чем в России? Я не знаю, честно. В Европе я не была. К сожалению. В текущей ситуации я еще не знаю, когда появится возможность. Но, тем не менее, как-то они привыкли. Между прочим, как бы не было грустно, у нас сейчас, пусть маленькими шагами, но прогресс идет. Он просто очень медленный, он очень маленький. Но, тем не менее, то, что было 10 лет назад, то, что было сейчас, это большая разница. То есть, я не могу сказать, что я и мои соотечественники плохие. Мы стараемся. Просто пока это не так очевидно, как хотелось бы. Ну, в России у нас все не так, как за границей. Культурнее воспитание люди. Приучают это с детства. Там, наверное, не такие свиньи живут, как у нас здесь. Человек воспитан изначально. У нас воспитания никакого нет. Ни в молодежи, нигде. Я думаю, что там система поощрения и наказаний гораздо более жесткая, прозрачная и понятная. И в том числе охватывает и граждан. Наверное, это одна из первопричин. А их это, наказывают лучше, чем в России. Да. У нас не следят за этим. Потому что видят, что чисто. Вот видят, что чисто. Может быть, там службы уборки работают, чищно. На чистое там и страшно бросить. Мы вот тут шли с детьми из центра домой. И мне дочка моя говорит. Мам, вот ты знаешь, я смотрела по телевизору, показывали самый чистый город. Там по дороге выпустили детей в белых носках. У них носки остались чистые. То есть, понимаете, это все от руководства зависит. От руководства города, от руководства области. Вот с этого надо начинать. Я думаю, что там должно быть одинаково мусор. Другое дело, его видно или не видно. Вот и вся разница. С раннего детства прививают, что должно быть чисто. Ну, в Японии же там даже асфальт после животных моют. То есть, собачка посикала, понятно, это животное. Ей не объясни, что тут сикать нельзя, вот там можно. Так за ней убирают сразу хозяева, а наши кто будет убирать? Менталитет устроен так, что они с детства к этому привыкают. И что у них есть все условия для этого. Государство делает им сортировочные баки, мусорки везде. Возможно, это уже от людей немного зависит. Да и мне кажется, там как раз-таки вот эта вот переработка, она развита намного больше. Потому что вот я что-нибудь посмотрю там где-то на телевизоре, в каких-то соцсетях, в интернете. У них буквально в каждом доме отдельные баки стоят. То есть там мусор сортируется, много перерабатывающих заводов, насколько я знаю. И, конечно, все равно там есть проблемы с мусором, тоже видела, но она не такая большая. Скажите, товарищи, мы готовы к вам учроге в нейтрон в это непростое время? В составе вашей группы приходите, пожалуйста, на вязание на скировочной сети и навращивайтесь. Пока оставляем, да, у нас? Пойдем. Где бы мне пока не попадались. Это хорошо. Присаживайтесь, старшек, с нами. Сядьте потом. Рассказывайте. Как вас зовут? Василий. Откуда прибыли? Зову. Как фамилия командира части? Привет. Спасибо. О, помогла каша. Так, разборка закончилась. Теперь собираем, смотри. Может, а это забыли? Нет, а это мы. Мы делаем неполную разборку, поэтому мы не снимаем вот это. И мы не вытаскиваем пеналку. Что мы забыли? Неужто клясться днем вчерашних беженей? Пошли домой. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Все хорошо. Хорошего дня. Прости. Днем вчера. 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 Субтитры сделал DimaTorzok